Самое полезное в этой жизни – это собственный опыт, сказал Вальтер Скотт. Думаю, каждый человек в своей жизни с возрастом пытается поделиться собственным опытом. Я думаю, что со мной согласятся многие слушатели и зрители, которые считают точно так же, как и я, что необходимо делиться тем, что ты умеешь, что ты знаешь. Необходимо передавать знания в массы. Маму как зовут? Мамя. Давай маму позовем. Мама! Громко-громко. Мама! Вот и наша мама идет. Катя, что можете сказать о небольшом речевом прорыве нашей мальчика? За тот небольшой период, что мы занимаемся, эффект просто колоссальный. Для посещения вашего клуба я такого, не знаю, какими специалистами не наблюдала. Сейчас он говорит все согласные, все гласные, компонует их, читает их, большие слова пытается читать. Сначала по буквам, потом по слогам. В своей речи домашней уже очень много слов мы используем, которые вседневные, которые другие детки раньше начинают использовать. Сейчас мы уже с уверенностью и говорим. Жизнь налаживается. Вообще шикарно. Ну еще вопрос, вы лечитесь? Да, мы в курсе миопатии проходим. Женька, ты доволен? Доволен. А как хочется говорить? Так, чтобы тебя понимали? Да. Аллолея – это недоразвитие или отсутствие речи вследствие органического поражения коры головного мозга. Почему оно возникает? Поражение происходит или во внутриутробном состоянии ребенка, или же уже после родов. То есть, ребенок может родиться абсолютно здоровым, но вследствие определенной инфекции, травмы, идет поражение, и ребенок не может говорить. У него нет ни лепетной речи, ни слов, ни звуков, ни звукоподражания, ничего. Кстати, во сколько вы начали бить стрелогу по поводу речи Артема? Вот. Что у вас на тревогу? То, что ребенок совершенно не говорил никаких слов. Вообще никаких, вообще никаких. То есть это были просто звуки, а как таковых слов просто такой не говорил. Вообще мало родителей, которые будут начинать бить тревогу. А что врачи говорили? Но вот именно, что врачи не ставили задержку психоречивого развития, поэтому мы как-то начали лечиться, устранять эту проблему. Моторная аллолея – это когда ребенок понимает обращенную речь, но при этом совершенно не может говорить. Три года, четыре, пять, шесть, ребенок не говорит. Вначале это задержка речи, темповая задержка речи. Но потом родители осознают, что речь-то так и не появилась, она не запустилась, ее нет просто. И начинают бегать, искать логопедов, врачей. Когда есть вам занятие с ребенком, это было легко, это было не совсем легко. Это было очень сложно. Почему? Ну, во-первых, я не педагог, а во-вторых, ребенок не хочет заниматься, его нужно заинтересовать, настроить, ну и заставить заниматься. Это очень сложно, и потом результаты они не сразу же видны. Помимо несформированности речевой деятельности, у детей не формируется общая моторика, мелкая моторика. Идет недоразвитие высших психических функций, как память, мышление, воображение. Дети замкнуты, напряжены, раздражительны, плаксивы. То, помимо, да, вот в лечении, что еще было в жизни Артема? Поначалу мы лечились, пытались заниматься с логопедом, но как-то не было результата. Потом уже сменили лечение, сменили логопеда. И, в принципе, пошел прогреться. Сейчас Артем какой-то хороший. Ее. Он разговорчивый, он активный, он общительный. В общем, такой, какой он должен быть в своем возрасте. Это он хочет сидеть, собственно, родным ребятенышем. Ну, вы, последний вопрос, вы довольны ребятами? Да, очень довольны. Очень часто у таких детей идет нарушение фонематического слуха. Дети не дифференцируют фонемы, они их не слышат. В принципе, то есть они акустически не различают звуки, то есть которые сходны между собой, по артикуляции и по произношению. Я не знаю, сколько мы занимаемся, уже месяц, уже месяц. И как результаты, вообще просто чудо-действенное. Пей, волшебник. Мы пришли с ребенком, который не хотел ни говорить, ни повторять. А сейчас он и звуки повторяет, и пытается слова говорить. И вообще он стал более контактным. Очень часто родители говорят, ребенок говорит на своем языке. То есть он произносит ряд звуков, которые что-то обозначают. Вот это как раз о тех детях, у которых идет нарушение фонематического слуха. Елена Валерьевна, давайте с вами улетим на год назад, в июнь месяц. Давайте попробуем. Вспомним. Что было вообще? Что было? Максим, что у нас было год назад? Ма, говори, говори, ма, ма, ты можешь, говори, ма. Да, ничего не было, не говорили вообще ничего. Даже звуков не было у нас, когда мы пришли к вам, наверное, да? При обследовании таких детей с моторной аллолей необходимо уточнить состояние слуха. Для того, чтобы отграничить детей с нарушениями слуха. То есть полной потерей слуха или стугоухостью. Потому что зачастую родители думают, что он не говорит. То есть родители не понимают, что ребенок не говорит, потому что он не слышит. И, соответственно, вы должны сходить к лору и проверить слух. Это обязательное условие. Вот когда первый раз пришли к вам в июне месяце, да, мы к вам попали на консультацию до этого. Вот сколько мы шесть лет мотались, где бы не было, ничего с нами сделать не могли. Звуков нигде даже вообще не произносил. С поведением была полная беда у нас. Поведенческие проблемы. Ваша задача – не разрешать ребенку вести себя неправильно. Ни дома, ни в обществе. То есть ребенка может остановить, нужно сказать, нельзя. Но не стойте над ним, не возвышайтесь, как глыбы. Присядьте на корточки, посмотрите ему в глаза и скажите, я не разрешаю тебе кричать, топать ногами. Вы же не можете дать ему. Всем проще что-то дать, чтобы ребенок от вас отстал. Но это же поведение негативное, оно закрепляется. И потом вы будете это хлебать в большем объеме. Помню, как пришли к вам, мы его посмотрели. Вы же сказали, говорит, все гласные. Я вот как сидела, так чуть не упала, потому что как бы ничего вообще не говорила. Вот. И вообще не знали, что-то. Мы вытащили. Вытащили, да, гласные. Гласные, я сказала, говорить будет. Жду осенью. Да, и с осени мы начали ходить. С осени что у нас? Поначалу вообще ничего не... Ну как бы как вот начали, пришли, да. Да, поведение, язык высовывал постоянно, мотался, падал на пол, истерил, не подпускал никого к себе. Вот. А честно, я уже не помню. Так что здорово стало, что быстро забивается все плохое. Стали звуки, потом слова. Писать не писали, вообще ручку не держали мы. С пальцами вообще полная беда была у нас. Стал карандаш держать. Сейчас вот уже пишем. Слова уже пишем. Ну, кто пишет? Читаем, да. Читаем, пересказываем. Характеризуй звук В. Он у нас какой? Так, звук В. Какой В? Он у нас какой? Чтобы речь появилась, необходимо, в принципе, заинтересовать ребенка. Он уже привык за то время, что он молчит, пользоваться мимикой, жестами. Кто-то использует несколько слов. Дай, дай, ма, мама, папа, не. Все. То есть, можно ограничиться 4-5 словами в этой жизни, для того, чтобы все окружающие понимали ребенка. Ну, это у нас как всегда. Дай, дай. Субтитры сделал DimaTorzok Что это? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...